Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье, неделя о мытаре фарисеи, первая, ну уже вторая, можно сказать, после недели Азахии, второй воскресный день, который готовит нас к тому отрезку в жизни Церкви, в жизни верующего человека, который мы называем Великий Пост. Вот, мы еще много будем говорить об этом времени, рассуждать о нем, но в течение воскресных дней, которые предваряет Великий Пост, Церковь нам снова и снова предлагает отрывки из Священного Писания, которые мы с молитвой продумываем, проговариваем, снова и снова ища в них то назидание, которое, во-первых, Господь, прежде всего, говоря что-то, какие-то притчи или совершая какие-то события в своей жизни, что Господь хочет нам сказать через то или другое событие или через ту и другую притчу. И вот сегодня притча, которая предваряется следующими словами. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу». И дальше идет текст самой притчи о двух людях, которые вошли в Церковь Божию, которые молились. Был в храме фарисеи, который молился так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», перечисляет свои достоинства. «Вдали стоял другой человек, мытарь, сборщик налогов, который не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Заключая притчу, Господь, вот не все притчи настолько как бы однозначно толкуются Господом нашим. Здесь мы в начале притчи как бы читаем, к кому она была обращена, к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. И в конце притчи Господь, мы же знаем из Священного Писания, что некоторые притчи оставались без ответа. И даже, помните, как ученики подошли и Господу нашему обращаются и говорили, «Изъясни нам притчу, например, о сеятеле». Мы не понимаем. И тогда Господь им объясняет притчу. Здесь же Он прямо говорит, «Сказываю вам, что сей мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот перед тем, как нам вступить в пост, Церковь снова и снова напоминает об этой замечательной добродетели, добродетели смирения. Чтобы рассуждать о смирении, нужно быть человеком смиренным самому. Поэтому откроем творение святых отцов, откроем святителя Игнатия, который в своей статье об истинном и ложном в смиренномудрии, собрал замечательные мысли, мысли о смирении. Вот что он пишет. «Преподобный Макарий Египетский, нареченный Церковью Великим за превосходство своих добродетелей, особенно за глубокое смирение, отец знаменоносный, духоносный, сказывал в своих возвышенных святых таинственных беседах, что самый чистый и совершенный человек имеет в себе нечто гордое. Этот угодник Божий достиг высшей степени христианского совершенства, жил во времена обильные святыми, видел величайшего из святых иноков Антония Великого и сказал, что он не видел ни одного человека, который бы вполне и в точном смысле слова мог быть назван смиренным». Вот удивительно, да? То есть, как бы вот эта страсть, в которой Господь обличает, как сегодня через притчу обличает фарисея, она присуща каждому из нас. Все мы в какие-то моменты нашей жизни бываем вот теми самыми фарисеями, когда сравниваем себя с другими людьми, когда можем там... Ну, разные бывают ситуации в нашей жизни. Как бы удивительно, что в нашей жизни... Вот сегодня еще одно назидание, как бы не от святого отца, а от канадского астронавта Крис Хелпик, такой вот астронавт. И вот интересно, он целую даже главу в своей книге под названием «У руководства астронавта по жизни на Земле». Назвал «Стремиться быть никем». И вот как начинается эта глава. «Однажды мой друг поднимался в переполненном лифте в одном из корпусов космического центра Джонсона. Вошел старший астронавт и, явно раздражаясь, стал ждать, когда кто-нибудь догадается, что ему нужно на шестой этаж и нажмет кнопку. «Я провел столько лет в университете не для того, чтобы нажимать кнопки в лифте», пробурчал он. Удивительно, что кто-то на самом деле нажал за него кнопку. Этот случай произвел на моего друга такое неизгладимое впечатление, что он рассказал о нем мне и, вероятно, еще множеству людей. Для меня эта история стала предупреждением о ловушке, в которую попадаешь, когда начинаешь думать о себе как об астронавте с большой буквы, или как о докторе с большой буквы, или как о профессионале с большой буквы. Для остальных ты всего лишь тот самый надменный парень из лифта с чрезмерным чувством собственной важности. Вот видите, как бы многие люди подвержены этой страсти, как бы, но помимо того, что ее обличать, нужно еще понимать, что же все-таки делать, как с ней бороться. И прежде и больше всего Господь дает ответ на этот вопрос. Научитесь от меня, говорит он, потому что я кроток и смирен сердцем. Эти слова мы читаем в Священном Писании. А вот что пишет Святитель Игнатий. Хочешь ли получить смирение? Исполняй евангельские заповеди. Вместе с ними будет вселяться в сердце твое усваиваться ему святое смирение, то есть свойство Господа нашего Иисуса Христа. Начало смирения нищета духа, середина преуспеяния в нем, превысшая всякого ума и постижение мир Христов, конец и совершенство любовь Христова. И дальше он перечисляет свойства смирения. Смирение никогда не гневается, ни человеку угодничает, ни предается печали, ничего не страшится. Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя достойным всякой скорби? Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя на скорби, кто смотрит на них как на средство своего спасения? И вот в этот момент мы вспоминаем то самое слово мытаря, которое в общем-то начертано на знаменах церковных. Боже, милости будь мне грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Чадо Христово сознает себя грешником, понимая, что как бы мы низко пали еще в лице своих прародителей. Сами мы недостойны нашего христианского звания. И из глубины этого понимания мы вызываем к Богу о поддержке и помощи. И вот в тот момент, когда мы смиряемся, когда мы понимаем, что над нами Господь, что только Он, сердцевидец, может исправить наше сердце, тогда вселяется в нашу душу божественная благодать. Конечно, таинства церковные нам в этом служат доброй помощью и поддержкой, опорой, таинства покаяния, таинства причащения святых христовых таин. Когда Господь, по слову преподобного Никодима Святогорца, если говорит всеми остальными способами, постом, молитвой, мы сами как боремся со своими страстями, чему-то себя пытаемся научить, то когда причащаемся святых христовых таин, Сам Господь входит в нас, в наши внутренности, и как мы молимся во время молитв ко святому причащению, мы говорим, попали тернии всех наших прегрешений, то есть попали колючки наших грехов. И Господь Сам входит в нас, опаляет душу нашу и делает нас достойными Небесного Царства. Благословение Господне на вас, таку благодатью и человеколюбия, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok